Дорогие, всем привет! Вы находитесь на канале Любимого ТВ, мой канал Тара Терапевтический. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Сразу небольшое объявление, дорогие те, кто желают попасть на индивидуальный экстрасенсорный приём, ну и в том числе на Таро приём, по фотографии, можете обращаться, запись идёт. И информация контактная под видео, пожалуйста, обязательно учитывайте время, которое я указываю для писем, и не звоните предварительно, пишите. Итак, тема сегодняшнего нашего просмотра. Что происходит в его жизни, его мысли, его чувства к вам накануне. Как он ночку ночевал без вас, о чём дома его были, о чём его чаяния, о чём сердечко его успокоится. Ну давайте посмотрим. Я разделила колоду, колоду по стихиям и на старшие арканы также поделила. То есть будем смотреть сейчас необычным способом. Я надеюсь, вам понравится. Итак, готовы? Мы видим, карта шута выпала, карта свободного предназначения на данный момент. Некоторые смотрят сейчас на бывших или на партнёра, который отдалился. В отдалении находится, может быть, поехал куда-то, может быть, вообще решил взять такой перерывчик, перекурчик от отношений. И кто-то поехал на вольные хлеба, кто-то на отдых, да. Разные причины могут быть, но, возможно, вы вдвоём чувствуете, что нет связующего звена, типа то, что называется колечко, да, или там каких-то серьёзных предложений. Вроде вы вместе, а вроде вы и каждый сам по себе. Давайте посмотрим, что ещё актуального. Карта влюблённых. Можно сказать, что здесь говорить о чувствах можно и нужно. Но у некоторых влюблённых, несмотря на чувства, может произойти некое завершение, какой-то этап серьёзный. Вы можете расстаться, вы можете продолжить ваше отношение. Но дело в том, что есть некая цикличность. Так вот, у вас период завершения определённого этапа, и нужно подумать, как же быть дальше, да, с каким настроем выходить в новые отношения, даже между вами двумя, в вашей паре. Вы можете не расстаться, но есть моменты, когда нужно что-то поменять, нужно как-то обновить чувства и эмоции. У кого-то здесь опасность предоставляют третьи лица в ваших отношениях. Кому-то очень нравится ваш партнёр, кому-то вы нравитесь, да. То есть здесь мы видим, что чувства и отношения нужно беречь. И из этапа в этап, да, есть определённые, ещё раз скажу, некие уровни, да. По времени можно определить. Вот, как говорят, кризис возрастной есть, также есть кризисы и у пары. Когда кто-то из партнёров или оба перерастают отношения, те, которые есть на данный момент, и готовы ли вы идти в новое вместе или каким-то другим способом, любя друг друга, вы друг друга отпускаете, понимаете, да, как-то более осознанно у вас могут быть какие-то широкие взгляды, более широкие взгляды, да. А, возможно, вы вместе, но на расстоянии и готовы в любой момент всё-таки ко встрече. Причём здесь любовь и чувства на серьёзном глобальном уровне, на духовном, очень сильно здесь духовная связь. Давайте сейчас посмотрю я, кто влезает в ваши отношения. Мы перепроверим аркан влюблённые. С одной стороны, это любовь, это чувства, это выбор сердца, а с другой стороны, это может быть некая опасность, да. Ну, знаете, здесь подвохом можно ждать мужчин, если вы чувствуете нечестность, неверность, да, то, что он вам не договаривает чего-то, стал более холоден, расчётлив, не такой весельчак, как раньше, да, нелёгкий на подъём. В общем, здесь такие качества авторитарные, если появились, да, у вашего мужчины, и вы чувствуете, что идёт ваша энергия куда-то в пустоту. Здесь кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. Вот если у вас такая ситуация, здесь только силы мудрости, терпения могут помочь и выявить, что же является причиной. А причиной, кстати, может быть недостаток энергии у вас и то, что человек может тянуться к более даже неэнергичным особам. Можно дёргаться, можно быть крутой спортсменкой, гимнасткой или просто, знаете, когда скипидар в одном месте, но это не означает, что есть внутренний потенциал и определённого рода сила, исцеляющая, мудрая сила, та, которая поддерживает человека, поддерживает отношения. Повторюсь, на таком тонком, на глобальном уровне. То есть это либо дано, либо нет. Но можно в себе эту силу взращивать. Это определённая энергетика, это харизма. Это не значит, что вы бегаете, топчетесь на месте или большие дистанции пробегаю. Повторюсь, есть разница между этой движухой, когда некие особо говорят, у меня столько энергии, там полным-полно, а на деле пшик. Можно не торопиться и быть подвижной, когда нужно, но без суеты. И добиваться улучшений качества своей жизни либо помогать другим мудростью, выдержкой, душевной мягкостью, но храбростью и в чём-то настойчивостью. То есть там, где надо, там, где вы чувствуете, что идёт проседание, провисание некое, есть энергетические сбои или недопонимание, очень многое ложится на ваши плечи. Здесь важно понимать, что обязательно, если вы эту энергию отдаёте, но вы не можете её расходовать холостую так же. Здесь нужно либо уходить, либо вы чувствуете, что вы можете помочь, и мужчина за вами, партнёр ваш за вами подтягивается, ну тогда всё хорошо. Миссия, как говорится, выполнима. Если чувствуете, что миссия невыполнима, ну тогда, может быть, вы действительно смотрите на бывшего, здесь как император, может, мужчина, который должен принимать решение, а у него с решением туговато сложные периоды, эмоциональные, очень много страхов на самом деле, и сам себе не верит, как говорится. Сложные переходы у него, переезды даже, кстати, что-то с дорогой может быть связано, а могут быть такие внутриличностные переходы, сложнейшие, да, недовольство собой, некая нереализованность, страх перед будущим. Ну тогда, девочки, либо сложный период у мужчины, у которого серьёзная энергетика, да, которая вам нравится, ну, может быть, поддержать. А если вы чувствуете, что, ну всё, ну, может быть, вы правда на бывшего смотрите. Здесь вопрос даже, что это стоит ли вам вообще поддерживать, потому что здесь не столько третьей лица даже, да, а сколько вопрос отдачи энергии. Вы сейчас подтягиваете, ну вы очень, кстати, схожи, вы очень похожи. И суть вопроса, суть проблемы сейчас между вами – это ваша некая целительская энергия, женская энергия мудрости, терпение, принятие, да, как-то разруливать всё очень красиво, дипломатично, а мужчина вроде бы сильный, но почему-то в метаниях каких-то. Но и здесь есть, опять же, про расстояние тема. Но иногда, кстати, мужчина сам себя не может понять, и сложновато. Если есть эмоциональный сбой, и он ушёл сейчас в шута, в дурака, не хочет принимать решение, как-то, вот, повторюсь, удалился, отдалился. Ну, вопрос к вам, будете ли вы это всё вытягивать, либо вы тоже немножечко всё спустите на тормозах. Насколько хватит вашей этой храбрости и мудрости и терпения. Так что же думает мужчина? Что же чувствует мужчина? его поступки, его действия. И возьмём сейчас ещё совет, рекомендацию, да, что там на ночку, чем сердце успокоится. Итак, мужчина в плену страстей, да, это есть. Иногда борется с неведомыми и с невидимыми конкурентами. Иногда мутит там, где очень просто, и добивается в итоге того, что сам же и устаёт от своей вот этой борьбы. Какой-то очень фиктивный, скажем так, иллюзорный. Можно сказать, что человек обманывает сам себя временами, да, и пытается выглядеть гораздо ярче и круче, чем хватает запаса его энергии. Человек, можно сказать, сексуальный, предприимчивый там, где нужно, но с запасом, повторюсь, энергии у него плоховато, и он вынужден буквально иногда подпитываться от тех, кто рядом, тех, кто его любят, тех, кто близок к нему, да, с того, с кого можно эту энергию подтянуть. И знаете, всё-таки он думает, он, кстати, может вас сейчас ревновать и думать, что вы птичка гордая и можете вылететь, так сказать, из гнезда, да, и замутить что-либо. Возможно, у вас уже есть новые знакомые, да, или партнёр из местного бывшего смотрится, или мужчина здесь, знаете, думает, что вы то ли в активном поиске, то ли вы очень нравитесь мужчинам, и он понимает, что такую птичку он может очень легко упустить, и потом сложно ему будет вас поймать. Даже если он пошёл во все тяжкие и решил для себя, что называется, пожить, по шуту я тебе ничего не обещал, да, тоже вольный орёл, и, возможно, здесь была ссора, но на самом деле он, девочки, очень много думает, думает в целом и думает о вас. Накануне он занимался тем, что обдумывал некие моменты, то ли ваши ссоры, то ли какие-то непримиримые, несочетаемые, возможно, ваши друг с другом взгляды на жизнь, то есть здесь какой-то спор, внутренний конфликт, который не даёт ему покоя, да, ну, знаете, иногда выражается, ну, не может он вас побороть, прям хочет иногда, чтобы он был правым, чтобы его слово было всегда последним, чтобы вы слушались его, уважали, там всё-таки император у нас, да, проявляется. И повторюсь, его не хватает сил. Смотрите, энергия всё равно понижена. Дальше. Вынужденное бездействие. Опять же. То есть он сейчас заряжать может очень надолго и громко. На деле, в реализации, он чувствует, что не дотягивает. Возможно, не дотягивает без вас. Вот на этих самых вольных хлебах, кто сейчас находится в некой разлуке, скажем так, да, здесь ему всё равно не хватает. То есть он пошёл вперёд, его Даль позвала, да, хочу. А по факту мы видим, что воля, что неволя. Девочки, мужчина крутится в неком колесе, как хомячок, да, внутри, пытаясь чего-то добиться. Но мы видим, что он стоит, в принципе, на месте. Вот он ничего толком не добивается. Сейчас посмотрим, чем его сердце успокоится. И дело в том, что даже вот в поступках, мы видим, здесь вышли пентакли, стихия земная. То есть он может очень долго запрягать. Покрутится, повертится, поделает что-то. Может быть, отдохнёт. Но сам момент каких-то действий, поступков принятия чёткого решения он откладывает. Он думает о вас. Но здесь больше чувство собственничества и ревности по четвёрке пентакли, собственничество. Да, немножечко жадноват сейчас он на эмоции, на деньги, на проявление своих и чувств. И, возможно, здесь кто-то подарок не подарил. Или же вообще сейчас считает чуть ли не каждую копейку. Возможно, у него будут какие-то вложения. Копит, копит. И иногда, знаете, здесь вот такая картина. По практике описывается, когда человек может что-то иметь, материальное, или он какие-то сбережения, или откладывает, но он не может толком воспользоваться. И поэтому есть со стороны, вот считывается информация, как со скупердяя или человека, прижимистого. И это из той серии, куда они кинь везде клин, и вот ему приходится как-то лавировать. А делает он это без изюминки и без задора, на холостом ходу. Вот что воля, что неволя, что я так не, что я к ней эдак. Если даже и ушёл, то всё равно ни шатка, ни валка, непонятная ситуация. 50 на 50. Он прокручивает, он не двигается вперёд. И даже мы видим вот по семёрке пентакля лошадка здесь запряжена, но лошадка стоит на месте. Никуда. Он только, видите, монетки там развиваются, как бы напоминает о том, что можно достичь чего-то, но результат пока неизвестен, и нужно подождать. Кстати, здесь не просто лошадка, здесь волшебный единорог. А вот молодые парни, молодые люди, они как бы прячутся, ждут. Ждут. Увидели прекрасное создание, волшебное, да, а воспользоваться не могут. Или спугнуть боятся. То есть здесь есть некое волшебство. Можно сказать, что даже волшебный шанс какой-то. Но когда лучше подождать, чтобы не спугнуть. Либо же не хватает запала, не хватает сил, энергии не хватает, желания не хватает, может быть, лень есть, когда ни то, ни сё. В лучшем случае есть рекомендация даже, возможно, и повременить. Может быть, и неплохо, что так всё, вот так, как есть, ни шатка, ни валка. Может быть, так даже и лучше. Ну, конечно, вопрос, лучше ли это для вас. Давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Шестёрка кубков – хорошая карта, в принципе. Это карта родства, это родственные души, карта приезда, встречи, да, общения приятного. Девочки, успокоятся вашей любовью, вашими чувствами. Королева кубков вышла. Женщина эмоциональная, любящая, да. Спросим сейчас, любят ли вас девочки. Ну, чем ещё сердце успокоится? Ну, счастьем, радостью, эмоциями. У кого-то это любовные будут эмоции. Не просто так. Мы не видим здесь кубковых негативных карт. Вышли все позитивные. Давайте тогда сейчас просто перепроверим ещё, отдаст ли он вам любовь на ближайшее время. Ну, смотрите, мать ко мне в него смотрит. Но вот он заземлён всё-таки. Мужчина сейчас либо о хлебоносущном думает. И опять у него здесь семёрки пошли. Семёрка мечей. Какая-то неискренность девочки от мужчины. Влюблённые опять же идут. И перевёрнутый аркан. Влюблённые у нас повторяются. То есть здесь есть некий выбор, который мужчина пока он находится на перепуте. Не может этот выбор он сделать. А вот в связи с чем, я думаю, вы каждые примерите на свою ситуацию. Что же он всё-таки, неужели он вам вообще ничего не может дать? Девочки, хочет очень много. Во-первых, он хочет стабильность и для себя, и для вас. А у него сейчас очень плохо. И опять у него нулевой аркан. То есть мужчине нужно, в принципе, дать возможность обнулиться и что-то изменить. Потому что сейчас вот то, что происходит с ним и в ваших отношениях, оно так долго либо не продержится, либо что-то здесь, должны какие-то глобальные изменения. Либо сейчас вот вы уже пошли в розь. Или вы действительно на расстоянии, а идёт ли это в плюс или в минус? 50 на 50. Непонятно. В плюс или в минус пока ещё не ясно. Посмотрите. Вроде бы как много нового, много интересного. Да. Но вам вопрос, что вы хотите. Вы хотите с этим человеком жить или вам так нравится момент какой-то свободы. То, что вы можете сходиться, расходиться, можете быть на каком-то расстоянии. Но мы видим, что вы-то думаете о мужчине постоянно. Давайте перепроверим, права ли я. Я сделала вывод из общей картины о ваших мыслях, о ваших чаяниках, о вашей энергии, которая направлена на этого мужчину. Давайте ещё раз посмотрим. Вы девочки, а у вас тоже дурак, начало. Начало-начало, просто перевёрнутое, скорее всего, вы либо должны здесь принять то, что каждый из вас делает своё дело. Вы, в принципе, свободны. И, скорее всего, это лёгкие отношения, которые пока никого, ни к чему не обязывают, либо вы расстались и пошли в разные стороны. При этом можно испытывать ещё чувства друг к другу до сих пор. Но есть некие разногласия, или каждый из вас уже вырос из этих башмачков, да, и нужно примерить новую обувку и новые штанишки по размеру, да, и начать что-то. У кого-то прямо с нуля, кто-то, возможно, сейчас захочет пожить и для себя, и, возможно, ну, ещё как-то пообщаться, да, поискать какие-то новые варианты для себя, новое знакомство, новые отношения, да и вообще у кого-то есть желание что-то изменить в своей жизни кардинально и, ну, знаете, как идти вперёд и ничего не бояться. Вот здесь ещё так. А бесстрашие вам, ну, в принципе, не занимать, дорогие. И вы более разумны на этом пути, нежели чем ваш партнёр. Но мы видели, что сердце его вами успокаивается. Любовью, эмоциями. Готовы ли вы поддерживать? А девочки, о готовности нет. Пока есть страсть, вот там будет любовь. Страсть угасает, любовь тоже немножечко пропадёт. Всё-таки здесь мужчина страстный, мужчина для страстей. Но мы видели, что запал пропадает. Дорогие, всё равно всё будет по справедливости. У кого-то проиграются кармические развязки, кармические уроки. И здесь нужно чётко понимать, то, что вы делаете, возвращается очень быстро. То есть, опять же, позитивить желательно, а не негативить. В любом случае, здесь даже с точки зрения, что это выгоднее, это более разумно. И придерживаться гармонии, баланса, равновесия. Пока вот так. Ну, повторюсь, всё будет по справедливости. Для кого-то будет важно договориться в данной ситуации прямо на буквальном прямом смысле этого слова, потому что здесь есть некие расхождения в характерах, некие споры. Может быть, с мужчиной очень сложно договориться, он сам себя на уме, он для кого-то царь и бог, но и, скорее всего, решил на вас ещё вот эти лекала примерить. То, как он привык быть с другими, вообще с людьми, со своими близкими, возможно, может быть, со своими бывшими партнёршами. Но эта история не про вас. Вот здесь баланс и гармония, ну и в том числе, повторяюсь, умение договариваться, находить какой-то язык у вас должен быть дипломатичный. здесь не получится так, когда один имеет вес и слово, а второй нет. То есть, когда обязательно кто-то должен заканчивать диалог, и его слово должно быть последним. Давление, некая принципиальность ненужная, да, здесь идёт даже обижать, вот не столько любовь, сколько человек имеет чувства, да, и тем не менее всё делает для того, чтобы в конечном итоге обидеть близкого, любимого человека. Вот так. Но мы сейчас наш сеанс заканчиваем на хорошей, на позитивной волне. Аркан справедливости — это аркан равновесия. Поэтому, дорогие, равновесия, гармоничных отношений, взаимности вам. Я надеюсь, что вы ставите лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с вашими друзьями, близкими, и пусть всё хорошее только приумножается, плохое поскорее уходит. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok